Уважаемые дамы и господа, коллеги, спасибо за внимание нашему докладу. Скважина, подземное выселачивание, как возможно снижение затрат на добычу. Здесь я вначале провел график, всем хорошо известный, после бума у нас идет снижение цены и пока не дни. Скважина, подземное выселачивание, на первый взгляд, достаточно простой метод. Вы откачиваете выселачивающие растворы, они фильтруются через породы, выселачивают элементы и вы откачиваете через откачение скважины, и отправляете на переработку. То есть, грубо говоря, металлургический передел вы отправляете в подземную. Скважинное подземное выселачивание очень широко развито для урана. В прошлом году произошло знаковое событие в ураноотрасли. Общая добыча урана скважинным подземным выселачиванием превысила 50%. Тогда как этот метод впервые был применен в конце 50-х годов на Украине и в промышленном масштабе в Узбекистане, на место рождения Учкудук, и параллельно в США, в Вайоминге. В общем, этот метод, конечно, внедрялся, не сказать, что совсем уж гладко. В 70-х, 80-х годах серия рудников была запущена. В 90-е годы после Чернобыльской катастрофы у нас была стагнация в ураноотрасли. И в 2000-х годах вернулся интерес в Узбуме в ураноотрасли. Еще даже на моей памяти 10 лет назад рудник СПВ по урану 500-тонник считался крупный рудник. Дальше вы увидите объемы СПВ на конкретных рудниках. На этой карте вы видите применение СПВ по миру уранового. В красном обозначены страны, где оно началось. В оранжевом, собственно, где оно активно используется. В зеленом здесь обозначены страны, которые бывают только традиционными методами урана. Вот здесь вы видите, что второе и третье место по размеру рудника занимают рудники скважинного подземного вычевачивания. На первом месте находится Маккар Турива, где среднее содержание урана составляет 25%. Это как сутнеграм на туну, наверное, для золота. А на четвертом месте Олимпийден, где уран у нас попутный. Так что буквально за эти несколько лет, 10 лет, СПВ по урану совершил колоссальный скачок. На таблице Менделеева можно посмотреть те элементы, которые либо добываются, либо могут быть потенциально добыты методом СПВ. Это по данным Лаверова, Николая Павловича, хорошо вам всем известного. Здесь синим также обозначил те элементы, которые, можно сказать, тоже геотехнологическим способом добычи из рослов или солей. Специально не обозначил железо и алюминий, который в предшественном докладе тоже обозначался. Но это, так сказать, большеобъемное сырье, которое, в общем-то, малыми объемами СПВ не очень выгодно добывать. Значит, здесь показаны желтым элементы те, которые попутно были и есть в урансодержащих растворах. Оранжевым те элементы, которые сами по себе, в общем-то, добываются или в опытно-промышленном объеме, как никель, рассматриваются. Ну, в общем, это, возможно, перспектива применения СПВ. Значит, на этой карте показано распространение СПВ неурановых элементов. В общем-то, пионером здесь являлись США, это медный пояс Аризона, известный, где, в общем, в промышленном масштабе добывалась медь. В общем, недавно последние рудники они закрыли. В Австралии применялся метод, но лидером здесь является Россия, благодаря, в общем-то, энтузиастам на Урале и в Сибири. Один из энтузиастов с автором наш доклада Александр Иванович Заболоцкий, который последние 20 лет этот метод активно внедряет. Вот, соответственно, здесь такая же табличка, как по урану, развитие скважинного подземного чувача по неурановым элементам. Если вы обратите внимание, в общем-то, в 78-е годы начало, в общем-то, мы здесь отстаем на 20 лет. То есть, что получается, если сопоставить с ураном, то, может быть, нас ожидает бум скоро в этом направлении. В общем-то, задача очень простая. Нужно определить месторождения, которые могут быть пригодны для добычи методом СПВ. Это могут быть техногенные месторождения, фланги действующих месторождений или новые типы. Например, бедные медистые песчаники. Ну, конечно, при выщелачивании неурановых компонентов применяются некоторые методы, которые не типичны для урановых месторождений. Ну, например, вот это месторождение Гагарка. Это, в общем-то, известный очень проект по выщелачиванию золота методом подземного выщелачивания. Здесь золото берется также и выше уровня грунтовых вод, что необычно. Ну, вот собирается на зеркале грунтовых вод. Это продуктивные растворы. Хотя впервые такой подход был применен, в общем-то, на уран. Также здесь вы видите достигнутые концентрации элементов. Это по открытым источникам, это и в монографиях, и в отчетах для разных элементов. То есть это не прогноз, это вот то, что достигнуто. Соответственно, встает вопрос о том, чтобы определить, вообще говоря, параметры геологические для месторождений, которые могут отрабатываться методом СПВ. Есть несколько принципиальных критических факторов, которые необходимы для того, чтобы месторождение могло отрабатываться этим методом. Первое – это, конечно, должна быть проницаемость, и должна быть порода обводнена, или уровень грунтовых вод должен быть неглубокий относительно выщелачиваемого объема. Это первый момент. Второй момент – это то, что предыдущий докладчик Кирилл уже говорил о том, что должна быть возможность селективного выщелачивания компонента полезного. Или, по крайней мере, если не выщелачиваться селективно с какими-то другими компонентами, мы должны его селективно снять на смолу или другой сорбент на поверхности. Ну, и третье – это локализация минерализации. Все-таки минералы должны быть относительно вскрыты. Это примазки и какие-то аморфные, может быть, выделения или слабо раскофтилизованные. Потому что, если могут быть и хорошо раскофтилизованы, конечно, но главное, они должны быть внутри каких-то минералов, которые энергии к выщелачиваем растворам. Потому что под землей мы никак… В общем-то, есть дробит, конечно, есть метод фрекинга, который в том числе применялся и для меди, но все равно мы не можем истерить породу или очень мелко измолоть под землей. Есть параметры, которые важны, которые, так сказать, по мере развития технологии, так сказать, меняется эта табличка. Ну, например, очень необычно для традиционных методов, а для СПВ, например, благоприятным является фактор низких содержаний. Но при повышенной мощности, при повышенной продуктивности или метр процент, что более привычно для традиционных методов. В общем-то, ну, глубина залегания, безусловно, хотя она здесь не настолько критична, но больше 750 метров все-таки это уже очень сложно вести такую добычу. Ну и распределение минералов. Кстати, я забыл сказать в критических свойствах, то, что проницаемость пород рудоносных должна быть все-таки выше, чем окружающих пустых пород, желательно, потому что если пустые породы имеют большую проницаемость существенно, то весь раствор идет в пустые породы. Ну, значит, это продолжение этой таблички, в общем-то, химический состав, но все-таки должны иметь желательно поменьше восстановителей каких-то, ну, если это... Потому что, в общем-то, вычелачивание, оно не только за счет, собственно, самого растворения, но часто мы должны окислить, так сказать, элемент, для того, чтобы он легче растворялся. Ну, вот, например, по водоупорам, когда начиналось подземное вычелачивание скважин, это считалось абсолютно критическим параметром. Но сейчас могу сказать, что крупнейший СПВ-рудник, Буденновская, там даже ниже орудинения нет абсолютно выдержанных водоупоров. Это считается лучший рудник в мире по себестоимости сейчас. Ну, и если говорить об экологических аспектах, то, в общем-то, конечно, допустим, наличие водозаборов в населенных пунктах, это, конечно, неблагоприятный фактор, однако работают рудники рядом с водозаборами, например, та же Гагарка работает рядом с водозабором города Заречная. В общем-то, в населенных пунктах эти рудники уже работают, и, например, ДАУ работает в сельскохозяйственном регионе, в Зоурале, в общем, проблем нет. И работают на крайнем севере, такой, как рудник, как Хиагда, зона вечной мерзлоты. В общем, все эти вопросы решаемы. Если говорить об экологии, ну, вот несколько картинок традиционного горного способа, вот, значит, соответственно, сложности добычи, это картинство БХО со смертельными случаями, в общем-то, это не секрет. Это вот рудник СПВ примерно такой же производительности, как БХО, 2000 тонн, Буденновская-2, ну, совсем другая картинка. Безусловно, конечно, СПВ не лишено возможных проблем экологических, это и контаминация подземных вод, и проливы растворов, но это, как правило, происходит при нарушении технологии или по плохому проектированию. Ну, могу сказать, что у нас традиционные методы не имеют таких проблем. Вот пример озера с медной концентрацией, значит, Беркелей в штате Монтана, где, в общем-то, если птица сядет в это озеро, она тут же и погибнет. На это озеро уровень повышается и скоро может попасть поверхностные водотоки. Тем не менее, в общем, урановая индустрия разработала методы контроля, очистки растворов. Ну, первое, значит, при выщелачивании блоки мы все-таки имеем динамику внутри блока, намного более мощную, более быструю проницаемость раствора, чем это природная проницаемость. Вокруг блоков борются мониторинговые скважины, которые отслеживают растекание растворов, и, в общем-то, если мы получаем в наблюдательной скважине какие-то повышенные концентрации, выщелачивающего раствора или металла, то, соответственно, мы можем пробурить дополнительные скважины, сделать бараженную завесу. Что касается очистки растворов, в общем-то, многие считают, что это достаточно сложно потом очистить растворы. На самом деле, исследования в том же Казахстане показали, что растворы, в общем-то, самоочищаются бактериями. Значит, по себестоимости. Вы видите кривую себестоимости, что рудники СПВ находятся в левой части, хотя в правой части тоже есть. Значит, в левой части, ну, вот рудник МакАртур, о котором я уже говорил, и Олимпик Дэм только. И по капитальным затратам вы видите тоже, что рудники СПВ, они, значит, намного более выгодны, чем традиционные методы. Также, как рудники СПВ, еще имеют такую особенность, что вы можете начать с маленьких объемов добычи на опытно-промышленной установки и расширяться за счет собственного финансирования, а не привлекать банковское финансирование. Это намного помогает в сегодняшние кризисные времена, и особенно в России в условиях санкций. Эту таблицу, значит, это сравнение затрат на традиционные методы СПВ. Значит, при СПВ следует обратить внимание, что блока прорабатываются, вы достигаете сначала высоких концентраций, потом они уменьшаются, то есть вы должны иметь блока желательно на разной степени проработки для того, чтобы более-менее держать их концентрацию. Теперь, значит, экономика. Значит, экономика была просчитана индикативно. Ну, на основе, допустим, мы, если металлы, те, которые мы выщелачиваем СПВ, поставим те условия, как урановые наши месторождения, причем расчет был сделан консервативно. Вы видите, что, в общем-то, экономические параметры очень благоприятны, особенно для первых четырех-пяти элементов в этом списке. Мы также просчитали возможные бортовые содержания для металлов, которые могут выщелачиваться СПВ, то, что уже вот есть опыт. Для разного излечения и ЖКТ. ЖКТ – это важнейший параметр пропущенного раствора для выщелачивания к объему горнородной массы. Ну, и, наконец, в конце я хочу сказать про оценку проектов скважинного подземного выщелачивания. В общем-то, эти проекты требуют намного больше квалификаций геологов для того, чтобы изучить месторождения и сделать модели этих месторождений, потому что требуется не только традиционное изучение распределения руды, но и очень четко нужно гидрогеологию изучить, литологический состав, и уже с самого начала изучения месторождения проводить какие-то хотя бы минимальные опыты по выщелачиванию элементов, чтобы доказать, что месторождение пригодно для скважинного подземного выщелачивания. Сейчас современный кодекс ЖКТ не очень учитывает эти параметры, но, в принципе, идет разговор о том, что нужно кодекс ЖКТ совершенствовать, чтобы это учесть. Например, для префедибилити стадии уже все-таки нужно опытно-промышленное выщелачивание. В конце я хочу показать примеры. Это изучение гидрогеологии или косвенная градуировка электрократажа, или последние разработки – это ядерно-магнитный резонанс. Для изучения проницаемости – это прямое определение проницаемости, потому что не только для осадочных пород, для коробов ветривания, и, в общем-то, более широкое применение. То есть индустрия сейчас все более готова для того, чтобы изучать месторождение, применять скважинное подземное выщелачивание. Это пример геологической модели, литологической и минерализации, в данном случае для урана. Для урана также мы уже научились моделировать и проницаемость. Это тоже очень важно, поскольку помогает более грамотно планировать, проектировать закаченные и откачные скважины. Не обязательно мы должны иметь какую-то регулярную сеть технологических скважин, мы должны учитывать проницаемость пород. Ну и в конце вот картинки, то, что на самом деле не следует пугаться при изучении месторождения, но на ранних стадиях вообще совершенно простейшие опыты в горизонтальных трубках позволяют посмотреть выщелачиваемость обыкновенной на гидрогеологические опыты. В общем-то, ничего не сложного, чтобы протестировать имеющиеся месторождения или фланги месторождения на применимость СПВ, взяв критерии, которые мы предложили, взяв критерии оценки. И даже многоскважинный опыт – это, в общем-то, несложно. Вы видите, что, в общем-то, наверное, по затратам сопоставимы с заводской пробой. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.